Приморье за наших. Шаг к победе. К этой акции присоединяется все больше людей. В свою лепту вносит и коллектив Артемовской школы-интерната для детей-сирот. На уроках технологии ребята изучают швейное дело, проходят предпрофессиональную подготовку. Свои навыки они решили применить на практике. Сейчас воспитанники школы шьют подсомники для медицинских аптечек. Сейчас проходит у нас акция и флешмоб Приморье за наших. Шаг к победе. Чем мы можем помочь? Наши ребята маленькие, но они патриоты, большие молодцы, патриоты своей Родины. Чем мы можем помочь? Мы шьем, умеем шить. Но была загвоздка с материалом. Поэтому у нас появилась Елена, волонтер, вместе с председателем общества матерей, Рорда Артема Юрищевой Валентины Константиновны. И они помогли нам приобрести материал. Руками ребят уже сшиты 16 подсомников. И эта цифра будет расти. Кроме того, воспитанники шьют балаклавы, вместе с педагогами вяжут носки и пишут письма для наших воинов. Инициатором акции стала Елена Гречухина, артемовский волонтер. С 2015 по 2022 год Елена проживала в городе Белгороде, на приграничной с Украиной территории. Происходящие события глубоко тронули нашу землячку. В феврале 26-го числа мы поняли, что наши мальчики идут на защиту нашей Родины, чтобы наши родители, дети жили спокойно. Что наконец-то, спасибо нашему президенту, что он вышел на такой, конечно, шаг такой серьезный. И мы тогда Белгородом нашими волонтерами создали группу гуманитарную помощь солдатам. Город Белгород, я считаю, что город волонтеров для меня. Там создано очень много групп, которые пилят дрова для блиндажей, чтобы спасти жизнь наших мальчишек. Покупаются квадрокоптеры, тепловизоры, покупается все необходимое нашим ребятам. Нам помогает ИНАО, помогает очень хорошо Бурятия, Москва. Очень много. Сейчас начали подключаться Белоруссия. У нас есть две группы, которые документарная помощь солдатам, которые более 4 тысяч человек. И сейчас мы недавно, месяц назад, открыли еще группу посылок. Все сшитые и собранные вещи и письма Елена с ребятами упакуют в посылки, а затем передадут бывшему ученику 17-й школы, Алексею, который вскоре приедет из зоны СВО в двухнедельный отпуск. А наш соотечественник, в свою очередь, вручит посылки защитникам в зоне СВО. Елена призывает не оставаться в стороне, не быть равнодушными, ведь только общими силами мы можем приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы наш Артем, наша Приморья хотя бы встала в строй с нашими мальчишками. Как они говорят? Мы, говорит, щит, а вы рука этого щита, который держите этот щит. И говорит, и мы без друг друга не сможем. Так что я прошу, чтобы каждый человек писал там письма, вязал даже носки, хотя бы что-то, каким-то словом поддерживал наших мальчишек. И не думали, что это их не касается. Касается это всех и каждого. Я думаю, что солдатам, которые находятся на передовой, будет очень приятно знать, что ждут их не только родные и близкие, но ждут их все Приморья, все люди Приморья и дети наши в том числе.